Упомянули вы Медведева, назначение на новую должность, придуманную специально под Медведева. Для чего это было сделано? Наверное, в знак благодарности. Нет, в знак признания его идиотских заявлений, которые он в последнее время изобиловал. Медведев – человек бесполезный для российской политики и с нулевым влиянием. А может даже с отрицательным влиянием. Его и не любили, и не любят. И вот эта кличка «Айфончик», кличка «Жалкий». Они, в общем-то, характеризуют Медведева, причем народные клички, характеризуют его как нельзя лучше. Сейчас он просто пытался путем чудовищных заявлений, идиотских прогнозов, не отстать от телеги. Он был там пятым колесом. Видимо, его рвение и лояльность была замечена. Ему придумали какую-то должность, чтобы он был не обидный. Ну вот просто представьте, что он был президентом, он был премьер-министром. А человек говорит, ну какая-то комиссия, ну будешь там замом. Понял? Понял. Ну хорошо, вот тебе там кабинеты должности, только смотри, там много не пей. Ну примерно вот так. Никакого значения не имеет. Абсолютно этот человек пустое место. Вот про него стоит потихонечку забывать. Но он не позволяет о себе забыть. Делаю один прогноз чудовищный, а другого. Одно заявление хуже и кровавее предыдущих. Этим он позволяет, он привлекает к себе внимание, но от него... Ну это пустышка. Вот она гремит, знаете, погремушка вот эта детская, вот когда шуму много, а она пустая. Ну упомянули вы уже несколько раз его прогнозы, которые он опубликовал у себя в телеграме своем. Бизнесмен Илон Маск назвал абсурдными прогнозы на 23-й год, которые опубликовал Медведев. Об этом он написал в Твиттере. Медведев опубликовал 10 своих прогнозов. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуются в предположениях неожиданных и даже абсурдных. Внесем им мы свою лепту. Написал он, что цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель, цена на газ 5000 долларов за куб. В Великобритании вернется в Евросоюз, который потом распадется. Польша и Венгрия захватят западные области Украины. И дальше этот бред цитировать не буду. Но в целом вы считаете, что это просто такая жалкая попытка привлечения к себе внимания? Конечно. А что еще-то за этим может стоять? Ну там понятно, что бред написан. Британия вернется в Европейский Союз, который развалится. Но Медведев предсказывает, какую, какой век. До Британии выходила 10 лет из ЕС. Она там этот Брэкзит растянула на 10 лет. А уж если она будет входить, она там еще будет просчитывать 15-10 лет. Входить, не входить. И потом, если она понимает, будет понимать, что ЕС там что-то такое никогда не ступит. Там одно исключает другое. Я не знаю. Как говорят, нужно что-то нюхать или пить, чтобы сделать такой прогноз. Просто так такой прогноз не сделаешь. На трезвую голову такой не напишешь. А визит в Китай Медведева. Курьером он там вез какую-то депешу, посылку, записку. Встречался с СИС и его встретил. Там это фотография с рукопожатиями. Ну, тут ведь нужно танцевать, как говорится, от печки. А печка заключается в том, что Путин очень хочет лично встретиться с Си Цепином. И он уже передавал через дипломатический канал, об этом пишет практически вся пресса, свою просьбу, пожелание встретиться. Си Цепин под различными предлогами его динамика. Чего встречаться с Лузером-то? О чем договариваться? Потому что Си Цепин понимает, о чем хочет просить его Путин, а не хочет этого делать. И тогда в качестве какого-то подслащивания пилюли... Ну, Китай, надо знать, они же не хотят там публично со всем никому ругаться. И чтобы подсластить пилюлю, сказали, ну ладно, пусть кто-нибудь от вас проезжает. Приехал Медведев, ему устроили там типа межпартийный визит. Он там разглавляет номинально, так сказать, здесь председатель Фукс в Единой России, а там Си Цепин. Ну, пожал ему руку, похлопал по плечу, о чем-то они там поговорили, о межпартийных делах. Какие-то там межпартийные дела. Единая Россия, это партия войны. Все, больше ни о чем они говорят. Это даже не партия, а приводной ремень. Ну, короче говоря, это была подслащенная пилюля, которую получил Владимир Путин. Но Владимир Путин тоже типа оттонстил от правил никчемной личности в Китае, чтобы унизить Си Цепин, потому что Си Цепин встретился с нулем. Вот сидел там рядом с ним, ноль. По фазе, как говорится. И это, конечно, было унизительно для лидера большой, огромной державы, которая там набирает обороты. Каждый, в общем-то, разыграл свою карту. И Путин, и Си Цепин. Но Путин опять просит Си Цепин встретиться. Си Цепин уже больше не хочет. Поэтому такая вот у них игра там идет политическая. Это, кстати говоря, это хорошая, кстати говоря, новость, что Си Цепин не хочет никуда ввязываться в активное сотрудничество с Путиным и с Россией. Эта новость, кстати говоря, неплохая, между прочим, для украинцев, для Украины и вообще для всей нашей ситуации. Си Цепин не полезет в эту драку. Си Цепин не будет поддерживать Путина всерьез. Ну, где-то он его там по головке погладит. Условно говорят, там какую-то резолюцию поможет ему там заблокировать. Но не более того. И это мы четко видим по тем сигналам, которые из Китая идут. При этом еще Си Цепин жестко предупреждает Путина. Даже недопустимость самой мысли о применении ядерного оружия. Ну, в общем, позиция Китая, она более-менее понятная, она более-менее логичная и правильная. И я надеюсь, что она не только не поменяется, она еще и прочится. А то, что по датам совпал визит Медведева в Китай и визит Зеленского в Вашингтон, это совпадение не более или есть поищем какое-то... А я не знаю, знал ли Путин о поездке, планируемом визите Зеленского в США. Ведь я так понимаю, что Зеленский летал на военном самолете, который предоставил для этого визиты Соединенных Штатов Америки, чтобы избежать всяких случайностей. Или я не прав? Ну, по открытой информации, Владимир Александрович добрался до Польши поездом. И оттуда уже, да, авиа, где сопровождал самолеты истребители американские. Какой именно борт доставил президента Украины? Ну, это я просто так то, что прочитал, честно говоря. Ну, я думаю, что американцы предприняли меры безопасности для гарантии жизни и здоровья Зеленского. Поэтому я не уверен, что Путин знал об этом. Может быть, это просто совпадение. Но я не знаю, насколько там эта информация была открыта, что Зеленский собирается к Байдену в гости. По-моему, она появилась, ну, вот, либо за полдня, либо за день до этого, если не в этот же день. Нет, наверное, за день все-таки. Ну, официально появилась информация в открытых источниках, уже когда Владимир Александрович был в пути. Ну, да, я поэтому предполагаю. Об этом не сообщали, конечно же. Вряд ли там он мог, Путин, подгадать этот визит Медведева, узнать заранее о том, что Зеленский полетит в США. Мне кажется, что это совпадение. Зеленский полетит в США. Продолжение следует...